МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телерадио компании Гомель протягивает свою работу у эфиры. У студии Натальи Игнатенко. Добрый вечер. Сегодня на Гомельщине началось проведение сходов у полноваженных от прационных коллективов. На наступном тыдне они должны брать делегатов на 5-й Усебелорусский народный сход. На Усебелорусском народном сходе, который отбудется 22-23 червяня, Гомельскую область представит 350 человек. Как ждет основная увага, будет делена планами и задачами по реализации программы социально-экономичного развития на новую пятигодку. Назвать прозвищи делегатов повинны уполноваженные от прационных коллективов. У Центральном аппарате Республиканского унитарного предприемства Гомель Энерго на городский сход сегодня брали 5 человек, каждый из которых мает докладную крупку гляджения на дальнейшее развитие краины. Сам, как гражданин Республики Беларусь, для меня очень важно, чтобы это собрание было проникнуто единственной целью – это стабильность и мир на нашей земле. Только это позволит нам, тем, кто трудится, работать, детям учиться, получать образование, пенсионерам нормально вести достойный образ жизни после работы. И вот эта стабильность – это самое основное, в моем ощущении, в решениях этого собрания. Это самое главное. Сегодня в Турове прошли урочистости с нагоды Дня памяти святителя Кириллы Туровского. В один из самых старожитных городов Беларуси приехали священнослужители из Беларуси и Украины. Боскую литургию и молебен для помнеков начали высокопросвященнейший Павел, митрополит Минский Заславский, патриаршик Зархусея Беларуси. Кирилл Туровский – один из выдатных духовных дейчев своего часа, богослов и освятник. Народился у 12-м стагодзе. Сучасники называли яго патриархом усходнеславянских литератур. Он был письменником народным и городшалюбимым. И да гэтуль на шатке звертаются до яго творчасти, як до невычерпной крыницы мудрости. Что год православные верники сбираются на гомельшине, кабушановать память святителя Кириллы, епископа Туровского. На месте, где находится фундамент Старожитного Троицкого кафедрального собора, проходит боская литургия. А бобоч, каля помника, молебен. Несмотря на то, что с того 11 века уже прошло столько столетий, а мы все равно память его продолжаем не только вспоминать, а призывать его в молитвах, вот это свидетельствует о том, что живая наша церковь. Мы не просто его вспоминаем память. Он сегодня с нами был вот таким мистическим, таинственным образом на богослужении. В этом особое качество нашей церкви. Мы не вспоминаем те события, как исторические какие-то, и не кладем потом после праздника на полке память об этих святых. А мы сегодня с ними вместе. Что год у Турова приезжают паломники из разных регионов, не только Беларуси, а и соседних краин. 11 мая у города Як Николе Шматлюдна. Валентина Ройка, якая живе у Тюменской в области России, приезжает не первый год. День памяти Кирилла Туровского супадает с ее днем на роджение. Лепший подарунок – махчимость наведать памятные мястины и поклониться святителю. Сам Туров, слово даже Туров, он же старинный город. Здесь же столько церквей было, столько было святых. Все-таки он очень, я поклоняюсь всегда перед Туровым. Здесь очень природа красивая, здесь люди хорошие. Туров привабливает свою историю, свою спадщину и своей сучасностью. Тут заусюду мкнулись заховать самобытность. И сейчас местные жахары делают все, как Туров был в доме далеко за межами Беларуси. Туров – это город, хоть он самый небольшой, но он туристический объект. И это привлекает сюда паломников из всей республики. Люди сюда приезжают, они видят, что здесь происходит, посещают исторические места. Ну и многие передают это своим знакомым, своим друзьям, потом приезжают еще сюда большими компаниями. Пратягнула урочистости свята духовной и народной музыки великодный фестиваль у Турове. Больше, как две годины, со сцены гучали композицию в окананне Национального академичного оркестра Республики Беларусь имя Женовича, камерного хора Гумельской областной филармонии, вокальной группы «Чистый голос» и инших творчих коллективов. День памяти Кириллы Туровского святчиня того, что люди протягивают шиновать память выдатного освятника и письменника. Его духовно-осветницкая спадшина для усяго усходнега славянства з'является символом яднанья народаум. Дмитрий Котов, Олеся Рудянкова, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гумель» с Турова. До інших тем. У Гумели протягивается подрыхтовка до 13-го экономичного форума. Его проведение призначено на 20 мая. За час проведения у Гумели экономичных форумов заключено коля 70 погодненев, а маль 60% проектов уже реализованы, тез находятся у стады реализации. Что тычется сё летнего форума, то для его удельников подрыхтовано больше, как 150 инвестиционных пропанов, які будуть представлены на специальной выставе и размещены у каталозе. При этом свои проекты потенциальным инвесторам с больше, как 20 краян света презентуют усе районы Гумельской области. Потому что я инициатору проекта, как всегда, виднее, в какой стадии находится этот инвестиционный проект, если под него земельный участок, либо неиспользуемый объект недвижимости, на котором можно реализовать. У Гумельскими облаконками принято решение об инвентаризации договора о купле-продаже у державной майомости. Продажа объектов, яке не выкарыстовываются, один из резервов для створения новых вытворчастей и прационных мест, а так само протягнение инвестиций. Что перешкоджа выкарыстовывать эту майомость больше эффективно, высветлял Олег Синтероу. Продавать объекты державной нерухомости за символичную цену, одну базовую величиню, в Беларуси почти в 2007-м. За минулый год новых уладальников на Олгомишине значили больше 1150 будинков. Правда, на аукционах некоторые из них выставлялись по некольких разов, бо у танна набытая, необходимо по-перше украсить значные сродки, а по-друге – выканать широк обоязковых умов на ксад захования профилю объекта. Некто это разумеет, некто спадеется на знакомитые авось. Сегодня законодательство благоприятно относится к покупателю, предоставляет ему такую маленькую стоимость недвижимости, при этом предусматривает все-таки ответственность. Первое – это обязательные условия осуществления предпринимательской деятельности, и второе – это штрафные санкции, и достаточно высокие. Будинок Белой Гасиницы в Будо-Кошалеве продали за 15 миллионов рублев с умовой захования его профилю, чтобы выканать усе необходимые работы его новые владельники. Уклали сумму, которая в 200 разов превышает аукционную цену. Причем, как не застаться со стратами, частку прочего пришлось издать у аренду гандлевым предприемством. Финансовые вложения без этого никак. Были определенные сбережения. И прежде всего начали с центрального входа улицы Ленина. Вот сейчас немножечко перешли во дворы. Значит, вот в данный момент немножко комфорт-классы привели в соответствие. Другое крыло мы планируем под хостелы. Фактов выканания своих обрезательств на Гомичине шмат, хоть и недобросумленных покупников по культам самокапая, не споняя навод той факт, что вынеку скасования договоров необходимо выплатить весьма значные сродки, которые могут достигать десятку миллионов рублей. За весь минулый и четыре месяца этого года на Гомичине скасовано 85 договоров купли-продажу. В выгляде штрафных санкций в бюджет поступило свыше 620 миллионов рублей. И больше половы этой суммы заплатил Жихар Светлогорска, який набыл, а не так и не выкарствовал по призначению в учебно-вытворчий комбинат. Былый Дом культуры, увезцы Глазовка, Будакашалевского района, мог бы стать местовой славутостью. Побудованный в 1953 году, он вызначается своей архитектурой. Але сегодня он больше вядомый, як объект, який уже в другий раз будет выставлен на аукцион. Папередний угладальник умовы договору не выканал, увы, ни куча го развитаўся с майомасцю и заплатил штраф. У вугуле специалисты фонда Гомель Абл Майомасц мониторинг эффективности выкарстания объекта вядусь постоянно и кажуть, что зараз тут створено уже около 1500 працовных мест, а прочатаго широк будынку перабсталяваны ў жильём. Нават з уликом сум, яке необходимо укласти ў реконструкцию таких объектаў, аматору сельского життя яшчэ хапая. Олег Сентюров, Игорь Маришченко, Телерады компания Гомель. У Гомельским цирку адбулася прэмьера новой программы «Эмоции.И». На манежы яркие и ведовишные номары у выкананні народных артыстов Российской Федерации Эдгарда и Аскольда Запашных, поветранных гімнастов, акробатов на подкидных дошках, весёлага Клоунскага Трыа и многих іншых. На прэмьерным выступлэні пабываў наш корэспандэнт Дзмитрий Котау. Той, што отбывалася на протягу боле чым двух годин пад купалам Гомельскага цирка, выклікала шырае захаплэння и приемная зўўлэння. Гэта был фейерверк ярких уражэнняў, саправдная свята цирка. Головная идея новой программы «Запашных» – и их уплыв на шаловеўшие эмоции. И першими на сцене зўявились оповетранные гімнастки Олена Петрикова и Олена Бараненко, які уособляли с собой белый и чўрный колер. Назва этюда символичная – добро и зло. Кожный номер новой программы «Эмоции И» одрознивается своей оригинальностью и неполторностью. Завсім без выключения назіраеш с неподробным інтересом. На манеже зўявляються милые шосьвероногі артысты и птушки. Гушными усмешками супроводжаецца кожный выход на сцену и веселого клоунского триа. Особливые овации, коли перед глядашами повстают «Эдгард» и «Аскольд» запашныя. Як означают «Эдгард» и «Аскольд» запашныя, теплый и душевный прием гомельской публики их саправды уразил. Однако, як высветлился, станочай он повплывал и на четвероногих артыстов. Есть животные в душе артиста, честно могу сказать. И я могу отметить даже не только хищников. Сегодня выскакивал на Тарзани, на моей любимой лошади. Заскочили обратно, вот я прям видел, как он собой гордился. Он такую морду состряпал, мол, ну классно я. И пошел к балету сразу, потому что девчонки его тискают. И он такую морду свою, давайте, хвалите. У другой полови программы, глядочок шакала выступления акробатов на подкидных дошках, и, может быть, самый шаканный номер в выполнении «Эдгарда» и «Аскольда» запашных. На манеж грациозно выходят африканские львы, белые и уссурийские тыгры. Кожный элемент этого аттракциона с дикими трапежниками небеспешный. За всем, что отбывается, сочишь с замиранием сердца. Особливо, когда выполняется самый складанный трюк – скачок на льве. Запашные демонструют полное взаимодействие с живелами. На им гнение сдаётся, что на сцене находятся не просто дрессировщики с драпежниками. Мы с ними и друзья, мы с ними и партнеры. Нам бы, наверное, очень хотелось, чтобы они были нашими самыми близкими друзьями. Но природа так распорядилась, что они являются потенциальными убийцами. И они обладают огромной силой и достаточно скромным интеллектом. Поэтому мы регулируем эти взаимоотношения так, чтобы зритель видел достижения, чтобы зритель видел, чего может достичь человек. Наверное, именно поэтому люди ходят в цирк. Для того, чтобы увидеть какие-то грани, может быть, даже невозможного. Программа «Эмоции» и в полной мере оправдала свою назву. У каждого застанутся только приемные уражения и позитивные эмоции. Как подтверждение, глядачи на протягу некольких хвилин стоя аплодировали артистам и дяковали за соправды казочный вечер. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». Гомельский спевак Виталь Сычоу и могилевский иллюзионист Виктор Шишко. Распочинают республиканский тур у патрымку доброчинной эстафеты «Мары справджваются». Его головная мета – собрать сродки на лечение хворых детей. Под обязанностей ведая Ганна Ковалева. Коли мастацтва иллюзионы и вокал объедновываются, может отбыться соправдный суд. Угад имперакананы спевак Виталь Сычоу и могилевский иллюзионист Виктор Шишко. С уместными намаганиями яны организовали масштабную доброчинную акцию. У яи рамках по городах Беларуси пройдет концертный тур, подчас якого на развлековой рахунке хворых детей будут собраны грошовые сродки. К нам обратилась мама Мищенко Тимура. Мальчик нуждается в дорогостоящем лечении. Мы хотим оказать помощь, и все желающие тоже могут оказать помощь, в принципе, по всей республике, поскольку вся и подробная информация о туре, о благотворительной эстафеты «Мечты сбываются» расположена на сайте «Стерео-чудо». Каждый может зайти, посмотреть, каким деткам нужно помочь. Зараз организаторы тура знаходятся у пошуку детей, яким необходима медицинское лечение. Те, кому потребна допомога, могут выслать информацию с копиями документов на электронную скрыню. Первым городом, где Виталь Сычоу представить программу «Стере отсуд» станет Жлобин. У след за им, в том же городе выступит Виктор Шишко. Артисты сподяются, что концертную эстафету подхопят и иншие выканавцы. Таким чином, колькость выступлений и городов, где пройдут концерты, дозволить допомогти большей колькости хворых детей. Поэтому в конце каждого концерта в каждом городе будут охочены на запашенные суммы. Для меня это, прежде всего, проект, который должен сделать какую-то частичку добра, принести в этот мир. Но никак не какой-то уникальный творческий проект, который меня именно этим привлек. Я самостоятельно существую, у нас есть самостоятельная программа «Спящая красавица», которая должна будет продолжить эстафету Виталия для того, чтобы помочь детям. Ганна Ковалева, Игорь Марыщенко, телерадиокампания «Гомель». Гэты и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Гнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эферы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова